В октябре 1918 года В кинотеатрах и рабочих клубах Москвы Зрители смотрели кинонеделю номер 27 Которую сейчас смотрите вы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эта кинонеделя не была обычной Все знали, что впервые на экране покажут Владимира Ильича Ленина Поправившегося после злодейского покушения СРК Каплан Залы кинотеатров и клубов были переполнены Все с нетерпением ждали появления Ленина Ведь многие вообще никогда не видели его Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот эти бесценные кадры Субтитры создавал DimaTorzok В сентябре 1918 года Операторы смогли снять только то, что вы видели на экране Сегодня мы попытаемся восстановить ушедшее от нас время Мы расскажем вам о других событиях того далекого дня Мы попытаемся расширить рамки кинонедели номер 27 В наших газетах уделяется чрезмерное место Политической агитации на старые темы Политической трескотне Неимоверно мало уделяется место строительству новой жизни Фактам и фактам на этот счет Почему бы вместо 200-400 строк Не написать в 20-10 строках О таких простых, общеизвестных, ясных Уже освоенных массой явлениях Как подлое предательство меньшевиков Англо-японское вторжение И так далее, и тому подобное Не торопись И тому подобное Розенов обещал мне выписать еще позавчера А вы на него надавили Перестань Как будет называться статья? Разве я не вижу, как вы шушукаетесь за моей спиной? Я уже бездельничаю третью неделю Превосходно себя чувствую А вы меня держите в заперти Да не мы, а врачи Врачи по вашей пользе Меня огорчается раньше времени Скоро приедут Розенов и Минц Они серьезные люди И зря дома держать тебя не станут Кто их знает Их так осаждают Надоедают, остерегают Что они... Поэтому берегутся Может мне позвонить кому-нибудь? Протекцию ищешь Представь себе Ищу Ты будешь работать? Пойми ты, что это хуже Одиночного заключения Володя Я готова Пожалуйста, продолжай Может быть, я попробую сам Но тебе же больно А меня это ничуть не затрудняет Когда приеду, то есть с Кулапы? Ну, через 10-15 Да Скорее бы Ну, продолжим Побольше экономики Да? Вот так и написано Побольше экономики Но только не наподобие этих ученых обзоров Которых, черт, ногу сломит Газеты все-таки рассчитаны на массы Вот-вот Побольше экономики Но экономики не в смысле общих рассуждений Научных обзоров Интеллигентских планов И тому подобное Дребедень Которое, к сожалению, чаще всего является именно дребедень Экономика нам нужна в смысле собирания Тщательно проверки И изучение фактов Действительного строительства новой жизни Есть ли на деле успехи Крупных фабрик, земледельческих коммун Комитетов бедноты В деле строительства новой экономики Каковы именно эти успехи И доказаны ли они? Что-то они задерживаются Придут вовремя, еще рано Ну что ты, Володя, возьми себя в руки С гонораром, черт, и что Как я им буду деньги отдавать? Как-то стыдно Ну почему же стыдно? Они работали, это деньги за труд Стыдиться тут нечем В Швейцарии тебе же не было стыдно платить врачу Да, но они Так ко мне относились Я их боюсь обидеть Согласись, все-таки, что это Щекотливое положение Может быть Ах, ты хочешь переложить тяжесть на женские плечи А все-таки тяжесть А, ты как думал Это ведь я тебя просто так подбадривала Кстати, где деньги? Вот два конверта, Надя, приготовила Положи, пожалуйста, в карман, я боюсь забыть Продолжим Еще немного Я готова Классовая борьба В эпоху перехода от капитализма к коммунизму Состоит и в том Чтобы охранять интересы рабочего класса От тех горсток групп слоев рабочих Которые упорно Продолжают придерживаться привычек и традиций капитализма И продолжают смотреть на советское государство по-прежнему Дать ему работы поменьше, похуже Содрать с него побольше Ну, что еще? Еще на ваше имя пришла посылка Вагон картошки Мы решили распределить ее между сотрудниками аппарата совнаркома Надо товарищей несколько подкормить Участились голодные обмороки Вот список Всем по пуду Так, так А почему здесь два пуда? Вы? Надежда Константиновна и Мария Ильична Они в садонаркоме не работают Так Что еще? Эшелон хлеба из Казани И телеграмма такого содержания Посылаем тебе, Ильич, хлеб из Казани Ешь да выздоравливай Когда аппетит разовьется, пошлем еще из Самары Чугурин, Клопов, Каюров, Тартаковский, Сорокин, Привородская Каюров шутит Хлеб цепь А телеграмму вправду пусть напечатают Ни в коем случае Это сугубо личная телеграмма И я прошу передать Подбельскому, что я вторично его прошу дать Категорическое распоряжение на местане принимать приветственных телеграмм Телеграф существует для других целей Да, приехал Горький Хочет встретиться, ждет звонка Вот номер телефона Алексей Максимович приехал Я должна посоветоваться с врачами Так чуть попозже я зайду И пойдем гулять Договорились? Да, договорились Вот и Горький приехал Ты рад? Очень Столько времени не виделись Никаких отношений А так дрались И вот оказывается, нужна кровь, чтобы человек о чем-то задумался Главное, что он задумался А ты помнишь январь, февраль? Ты помнишь его статьи в новой жизни? Один номер я храню Особенно злой Хранишь? Прочитать? Прочти Остается нам тут Вот, например Господин Суханов А вот и Алексей Максимович Вожди Смольного не скрывают своего намерения Зажечь из сырых поленьев русский костер Огонь которого осветил бы западный мир Тот мир, где огни социального творчества горят более ярко и разумно, чем у нас на Руси Костер зажгли Он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой И вот эту несчастную Русь и тащат, и толкают на Голгофу, чтобы распять ее ради спасения мира Разве это не мессианство во стол лошадиных сил? Вот А вот еще один первый Правительство Ленина внушает рабочим, что в России возможно осуществление социалистического строя Новая жизнь Рядом статей, не встретивших возражений по существу со стороны правительственных органов Утверждала и впредь будет утверждать, что в нашей стране нет должных условий для введения социалистов Нет должных условий для введения социалистов Вот основное свино, вот корень наших расхождений с теми, кто был с нами и на день испугался Нет цивилизованности Нет определенного уровня культуры Они хотят социализма С твяным рылом да калашный ряд А почему нельзя сначала завоевать власть, а потом на почве этой власти двинуться вперед догонять другие народы? Почему? Где это написано, что нельзя? Ну ты же знаешь, что они тебе ответят Они сошлются на Маркса Ни черта! Они не понимают Маркса Ни черта! Главного не поняли Диалектики И прямые указания Маркса на необходимость максимальной гибкости Не заметили И ходят вокруг да около, как кот вокруг горячей каши Ах, Алексей Максимович, Алексей Максимович Зачем он во все это впутался? Орбитом, что ли, захотел быть? Мне иногда его просто жалко Нет, не то слово Обидно за него Но у него, наверное, и не так все просто Ведь вы же так дружили Он художник громадный Великанище, ему бы писать А он дал себя окружить самыми худшими элементами Буржуазной интеллигенции И поддается на ее хныкни В последнее время он молчит Во всяком случае, с Сухановым уже рядом не печатается Да, что-то сломалось Что-то он понял Главное не в том, чтобы не сделать ошибки Главное не упорствовать в ней Найти в себе силы Это я знаю очень хорошо по себе Володя, я очень боюсь этой встречи Ты взволнуешься, тебе ведь... Маняша, но ведь я так долго ждал Этой встречи Позвони ему Попроси его приехать через час, через полтора Попробуй Право мне как-то неловко Я не знаю, что я им скажу Лучше ты, Володя А если к телефону подойдет он сам Или Мария Федоровна Я как-то еще не готов Ну а что я скажу Ведь надо же как-то... Ну просто назови себя Спокойно, не нервничай Не попроси приехать Это так просто Ну хорошо, только ты будь рядом Хорошо 62-18 Спасибо Здравствуйте С вами говорят С вами говорят из секретариата совнаркома Здравствуйте Товарищи Горького просят Приехать к товарищу Ульянову К товарищу Ленину Через час Да-да Спасибо Ой, здорово тебе, Володь Прошу, пожалуйста Ну, Владимир Ильич И осадили же вы нас сегодня Буквально со всех сторон Кто только не звонил ко мне сегодня Один товарищ даже взятку предлагал Для больницы дровишек отбросил Это он по собственной инициативе Я ему другие указания давал Надо-то так, чтобы мы приехали прямо после осады Да, но пока все безрезультатно А это от вас зависит От состояния вашего здоровья Которое вчера все-таки было По тройку сюмиться Ну что ж, пульс нормальный Да, прилягте Здравствуйте Не дышите Поляга Вот тут совершенно ясно Прощупывается пуля Да-да Да Вас пуля не беспокоит? Не беспокоит А удалять мы ее будем после того Как расправимся с Вельсином Ну что ж, давайте повременим Пока можно Так, ну здесь Немного Указательный большой палец Болят От ушива лучевого нерва Пройдет Будем надеяться Как у вас дела в больнице Владимир Николаевич Хлопоты много, Владимир Николаевич По одному вопросу Хотел к вам за помощью обратиться Так Боюсь, что замерзнут у меня больные Топить совершенно нечем Дров нет Вот сегодня утром мне предлагали Я отказался А теперь уже жалею Дрова будут Я сейчас запишу Все будет сделано Спасибо Что еще вас волнует? Еще волнует Болевое ощущение в левой руке Продолжайте массаж Хорошо Вот, это во-первых А во-вторых Держите руку в тепле Необходимо, чтобы в квартире у вас было потеплее Мы вам это уже говорили Угу Хорошо Вот Немного немножечко Держимся Вот вы слушаете наше решение Ленину Владимиру Ильичу Разрешено заниматься делами Да Марья Ильинична Марья Ильинична А вот кричать вам противопоказано Простите, доктор Мне разрешили работать Ну вот видишь А ты все протекции искал А может быть ты просто уговорил? Ну, товарищи Я ищу у вас защиты Нет, нет В случае, можно сказать Протек абсолютно гладко Выпад левру прососался бесследно Легкое выпадло совершенно Так что Недельки через две мы заедем А сейчас Оснований держать Нашего уважаемого пациента дома Нет Вот тебе бюллетень Почти А ты не верила Эх ты, Фома, не верующий Ну, если все так хорошо Хорошо Очень хорошо От тебя я сделаю бюллетень-приписку Вот здесь Вот такую На основании Бюллетеня И моего хорошего совочувствия Покорнейшая моя личная просьба Не беспокоить у врачей Звонками И вопросами Завтра, когда будет напечатан бюллетень В правде В последний раз Извольте напечатать Эту приписку Да успокойся ты Товарищи, чаю хотите? Благодарю вас Дела? Нет, спасибо Простите Одну минуточку Это вам за лечение Не надо, Владимир Ильич Да, но вы же потеряли на меня уйму времени Я вам так благодарен это за лечение Нет, коллега Прав Ну, хорошо Борсин Это благодарю Вас мне самому мучительно Еще раз благодарю Яков Михайлович Разрешено приступить к работе Я очень рад Очень рад Поздравляю, Владимир Ильич Соскучился я Об этом Здесь в эти дни работал только я Замечательно До меня донеслись разговорчики Что теперь делать и так далее Были такие разговоры Ерунда это все Ерунда Бессовестное нытье Стыдно слушать Сами себя не ценят Справлялись и будут справляться Владимир Ильич Эти разговоры можно понять Яков Михайлович Каждого из нас в любой момент Могут укокошить Идет гражданская война Идет гражданская война Ну и что? Перспектива Честно говоря, яков Михайлович Но возможно Партия должна быть готова к этому Вся жизнь партии Партия должна быть построена Таким образом Что все талантливое Ярко одаренное Немедленно замечается И выдвигается Я что-то разговаривал Не даю вам вставить слово Я соскучился по этому воздуху Чертовски соскучился Когда начинается в нарком? Как обычно Повестка Сейчас я попрошу Чтобы вам принесли Да, Яков Михайлович Получил письмо От Александра Да Тут есть Полтый для ответа И для раздумий Вот послушайте Думаю, что было бы хорошо И красиво Если бы в первом Своем выступлении Вы как-нибудь Коснулись этого вопроса Приблизительно в том смысле Что нужна Строгость и беспощадность К врагу Но нужно разить Только действительного врага И не нужно жестокости Неоправдываемой Целесообразности Я получил нечто подобное Сама по себе мысль Не вызывает возражений Больше того Это Наш принцип Надо поговорить Надо Давайте После совнаркома Сегодня вечером Идет Вечером У нас на кухне Прекрасно Я пойду Готовиться в нарком Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Девушки отдыхают Владимир Владимирович Извините Владимир Владимирович Что делать Ильич хочет обязательно быть на заседании совнаркома. А повестка огромная. Надо сокращать, но поздно. Если мы будем сокращать при нем, он ведь запретестует. Как у вас с киносъемкой? Все готово. А может быть предупредить его? Ведь откажется. Да, вы правы. Ну, может быть повременить. Владимир Дмитриевич, я боюсь, что он обидится. Да, конечно, Яков Михайлович, можно и повременить, но я бы не стал этого делать. Хотя бы вот почему. Позавчера встречая я заведующего Грановитой палатой, вы его знаете, благородный, порядочный старик. А, да, да. Да, Владимир Ильич его очень уважает, он не раз с ним беседовал и встречался. Вчера подходит он ко мне, страшно взволнованный, и спрашивает. Скажите мне откровенно, когда умер Владимир Ильич? Я должен это знать, я его очень уважаю, я верующий и буду молиться Богу за его бессмертную душу. Так. Ну, я улыбнулся, говорю, что, конечно, если он хочет молиться Богу за Владимира Ильича, это, конечно, его дело. Но в таком случае он должен молиться о здравии, а не за упокой. Так. Владимир Ильич здравствует, и с каждым днем силы его удестеряются. Нет, говорит он мне, так говорит вся Москва. Уверяют, что его уже нет в живых, что его ночью вывезли из Кремля и тайно похоронили. А в Кремле правит всем кучка людей, захвативших власть. А даже так? Именно так, Яков Михайлович. Эти слухи распространяются, как вы сами понимаете, преднамеренно. Мы должны что-то противопоставить этим слухам. Владимир Ильич выступить на митинге сможет не скоро, так говорят врачи. Да. Ну, не будем ждать этого срока и по всем рабочим клубам прокрутим ленту с Ильичом. Эффект будет потрясающий. Прекрасно. Что это такое, Владимир Ильич? Зачем это? Как вы могли допустить подобное? Куда ни глянешь, везде пьешь, что по мне. Вот, пожалуйста. Ленин борется с болезнью. Он победит ее. Так хочет пролетариат. Так повелевает он судьбе. Да какой глупистики могут додуматься газетчики. Так что доброго и домолебно за мое здоровье додумаются. Откуда это? Я считаю это крайне вредным. Это совершенно не марксистское выпячивание личности. Всю жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности отдельного руководителя. Давно порешились вопросом героев. И тут вдруг опять какая-то религиозная вакханалия. Это никуда не годится. Никуда. Сотни лет русскому человеку вдалбливали веру в царя и в бога. Но октябрь произошел, Владимир Дмитриевич, не для того, чтобы одних богов заменить другими. Мы должны уничтожать рабское в душе человек. А чем занята пресса? Меня лечат прекрасные врачи. Ну, чего больше? Нет, меня вот так стали выделять. Это ужас. Владимир Дмитриевич, я понимаю причину вашего беспокойства, но и вы должны понять. Управление делами я лично буквально осаждены бесконечными телефонными запросами, письмами, телеграммами, депутациями от разных фабрик, заводов и учреждений. Красноармейцы и матросы постановили послать специальные наряды для вашей охраны. Это находит свое отражение в газетах. Вы не правы, Владимир Дмитриевич. Я с вами согласиться не могу. Я говорю о другой стороне вопроса. О другой стороне вопроса. То, что вы сейчас рассказали, это вполне, так сказать, трогательно. Я не знал, что я людям доставляюсь только в беспокойство и волнение. Я понимаю, что эти слова продиктованы добрыми чувствами ко мне. Но меня волнуют люди, которые из этого делают политику. Меня волнует тенденция. Меня волнует, что внимание масс отвлекается событиями, касающимися отдельной личности. Понимаете? И надо это все деликатно, никого не обижая, прекратить. Это не нужно, это вредно. В конце концов, это противоречит нашим взглядам и убеждениям. Куда, Владимир Дмитриевич? По дорожке, мимо арсенала, до царь-пушки. Пожалуй. Только нам Горького бы не пропустить. Владимир Дмитриевич, а это сам заведующий грановитой палатой. Приветствую. Здравствуйте. Владимир Дмитриевич, я еще раз хочу обратить ваше внимание на этот религиозный фемиан. Не считайте меня назойливым, но сдается мне, что мое недовольство вы принимаете за мою излишнюю скромность. Нет, я так не думаю. Нет, вы так думаете. Думаете, думаете. А меня волнует общественно-политический смысл этого явления. Он огромен. Что такое гений? Что такое великий с точки зрения практической политики? Это обожествление. Это непогрешимость. Меня волнует общественно-политический вред этого явления. Он огромен. Авторитет руководителя и его обожествление – это вещи принципиально разные. Политические партии управляются более или менее устойчивыми группами, наиболее одаренных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые высокие должности лиц, которых называют вождями. Без авторитета этих вождей партии немыслимо. Но их авторитет – это не следствие того, что они занимают высокое место в партии. Наоборот, они должны занимать это место в силу своего высокого авторитета. Поэтому мы говорим – да здравствует авторитет вождей и долой обожествление вождей. А что это, батенька, отходите в сторону? Гулять-то гулять вместе. – Владимир Ильич, я еще не докладывал вам о Сокольнических дачах. Больше десятка хороших дач мы начали приспосабливать под диспансеры и лесные школы для детей, расположенных к туберкулезу. – Не рассказывал об этом Семашка. Это хорошее начинание. А что сегодня с хлебом? – Сводки у вас на столе. Маршруты идут по графику. Владимир Ильич, пойдемте. Пойдемте дальше. – Соблазнительного времени маловато. Приедет Алексей Максимович, я хочу его встретить. А это кто? Фотограф? – Это кинооператор Владимир Ильич. Вас снимали. – А почему вы мне об этом не рассказали? – Потому что вы ни за что бы не согласились сниматься. А это совершенно необходимо. Мы должны показать вас рабочим. Выступать вы не сможете еще несколько месяцев. А рабочие волнуются. Мы решили показать вас на экране спокойно прогуливающимся. А потом прокрутим в рабочих клубах. Владимир Ильич, это очень важно для рабочего класса. – Хорошо. Сейчас... Люди должны видеть, что вы живы. – Сейчас не время об этом разговаривать. Но я вас прошу, Владимир Ильич, никогда, слышите, никогда не ставьте меня в подобное положение. Вы знаете, как я отношусь к подобным делам. Ну, хорошо, не будем спорить. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Что я должен делать? – Так, Владимир Ильич, пройдите немного, метров десять. – Так. – Потом остановитесь. Ну, если можно, улыбнитесь. – Угу. – Угу. – Так, хорошо. – Еще немного. – Еще. – Так. Хорошо. Не торопитесь. Не торопитесь. Улыбнитесь. – Ну, я думаю, достаточно, товарищ. – Все хорошо. – До свидания. – Спасибо. А вот и Алексей Максимович. Владимир Дмитриевич, мы будем здесь минут за пять до совнаркома, меня позоверьте. – Хорошо, Владимир Ильич. Алексей Максимович! – Ну, здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Да, Dr. limiter. – Чертовски рад. – Чертовски рад. – Это большейшая попытка, поверьте, глусная и отвратительная. – Да, что делать? Каждый действует, как умеет. Да черт себе! Не будем тратить на них время. Как Майфёдор! – Благодаря вам. – Как устроились! – Хорошо. Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я не согласен с вашей оценкой роли интеллигенции в русской революции. Разве все большевики, воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности... Прошу, садись. Не входят в число той самой интеллигенции, которая подготовила революцию. Уверяю вас, Владимир Ильич, русская интеллигенция, научная и рабочая, была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошадью, запряженной в тяжкий воз истории России. Вы же, как мне кажется, упрощаете жизнь. А это упрощение грозит гибелью культуры. Научная, техническая интеллигенция в союзе с рабочей интеллигенцией могла бы взять власть и овладеть анархизмом деревни. Научить мужика разумно работать, но только при одном условии. При прочном внутреннем единстве. Этого не получилось. Единства нет. Октябрь разметал всех в разные стороны. Многие крупные силы не вынесли этого и ушли в сторону. Революция их больше не интересует. Они хотят быть свободными от партии, от страстей, от всего. Не вынесли того, что излюбленная теория пострадала от встречи с практикой. А нас это не пугает, Алексей Максимович. Для нас теория, гипотеза, не есть нечто священное. Для нас это рабочий инструмент. Да, практика оказалась оглушительной. За письменными столами она рисовалась другой. Вы говорите, хотят быть свободными. Свободными от чего? От времени, от истории. Люди независимы от истории и фантазии. А если допустить, что когда-то такие люди были, то теперь их нет, не должно быть. Они никому не нужны. Все до последнего человека втянуты в круговорот действительности, запутаны так, как она еще никогда не запутывалась. Вы говорите, грозит гибелью культуры. Да, я сказал именно так. Ну, а если, по-вашему, миллион мужиков с винтовками является угрозой культуры, то разве учредилка с ними исправится? Вот, вы считаете, и больше других шумить об анархизме деревни. Вы, как никто другой, должны понять нашу работу. И не думаете ли вы, Алексей Максимович, что вы переоцениваете роль интеллигенции и недооцениваете роли крестьянства? Почему? Да потому что беднейшее крестьянство в силу жесточайшей эксплуатации всегда являлось резервом революции. Нет социальных эмоций. Это, извините, чепуха. Вспомните наш 905-й год. Крестьянские восстания. Конечно, крестьяне одни не могли решить все свои проблемы, так же, как и интеллигенции. Ну, кто станет отрицать роли и заслуги интеллигенции в истории России? Никто. Кто станет утверждать, что прогресс возможен без интеллигенции? Никто. Но интеллигенция ошибалась, ошибается. И вместе с ней ошибаетесь вы, Алексей Максимович, когда считаете, что революционное преобразование возможно без рабочих и крестьян. С чего начали, чем кончили народовольцы? Вспомните. А сколько было высокомерных слов об исключительности, об исторической миссии интеллигенции, что она сама все вопросы решит. Путь один, Алексей Максимович, объединить революционные силы под руководством пролетариата. Союз рабочих и крестьян вот политическая основа советской власти. И двери этого союза открыты для интеллигенции. Но, к сожалению, некоторые интеллигенты сегодня предпочитают другие двери. Я, кажется, начал читать лекцию, а вы меня не останавливаете. Нет, интересно. Вы говорите, союз рабочих и интеллигенции. Прекрасно. Пусть интеллигенция идет к нам. Ведь вы же считаете, что она единственный борец за справедливость. Милости просим к нам. Это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги. Сказать миру правду о жизни. Мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни. Путь из рабства, нищеты, унижения. За это мне от интеллигенции пуль досталось. Не могу с этим согласиться, Владимир Ильич. Володарского убил рабочих. Но ведь никто же не скажет, что его убил рабочий класс. Ну, хорошо, хорошо. Обе пули буржуазны. Алексей Максимович, разве я спорю о том, что нам интеллигенции необходимо. Но вы же видите, как она враждебно относится к нам. Как она не понимает требования момента. И не видит, что без нас она бессильна и не дойдет к массе. Это ее вина будет, если мы разобьем слишком много гашков. Мы должны, мы обязаны перетянуть одного за другим всех русских, европейских, архимедов. И тогда мир хочет или не хочет, а он перевернется. Да, слишком много горшков. Это меня и волнует. Алексей Максимович, а что касается травли интеллигенции, то ее не было, нет и не будет. Скажу вам больше. Если бы мы натравливали народ на интеллигенцию, нас нужно было бы за это повесить. Всю жизнь мы придерживаемся одной линии. Отсекать контрреволюцию и привлекать культурно-буржуазный аппарат интеллигенцию для строительства социализма. За вами. Иду. Алексей Максимович, мне нужно нас знаком. Приезжайте завтра, послезавтра. Мы с вами ни о чем не поговорим. Только начнем. Хорошо. Кланяйтесь вашим. И позвоните мне завтра. Так, часть 4. Обязательно позвоню. Привет, Надейсе Константинне и Марии Ильиничне. Спасибо. Он искренне хочет понять происходящее. Это хорошо. Но если он опять замкнется в Питере и будет наблюдать только процесс гниения буржуазной столицы, из кризиса он не вылезет. Надо ему вниз, вниз туда, где строится новая жизнь. Правда, он увидит там наши ошибки. Но в силу того, что он великий писатель, именно он увидит, что на сотню наших ошибок приходится 10 тысяч великих и геройских дел. Тем более великих и геройских, что они просты, невидны, спрятаны в будничной жизни и совершены людьми, которые просто не умеют кричать о каждом своем успехе на весь мир. Увидит и напишет. Играет музыка. Играет музыка. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Владимир Ильич. Владимир Ильич, у нас некоторые изменения в колесном. Так. Владимир Ильич, мой разговор с Розановым помог. Но с дровами, положим, батенька, вы перестарались. Кто же так говорит? Победители не судят. Приступим, товарищи, к заседанию. В повестке сегодня пять вопросов. Да. Доклад Следственной комиссии об отделе снабжения сельского хозяйства орудиями производства. Вопрос о коллегии народного комиссариата по делам национальности, утверждению протоколов Малого Совнаркома, протест госконтроля и вопрос об отмене приказа наркомфина. Каковы замечания? Разрешите, Владимир Ильич. Пожалуйста. В СНХ в моем лице и Следственная комиссия в лице товарища Козловского просит снять вопрос с обсуждения и перенести его через два заседания, поскольку не все сведения еще собраны и целый ряд важнейших цифр все еще не стоят на нужном и присущем им месте. А когда они будут стоять на нужном и присущем им месте? Думаю, в четверг 19-го. Есть предложение назначить на 4-19-го доклад в СНХ по существу. Кто за? Есть еще замечания? Владимир Ильич, мы обо всем договорились без решения Совнаркома и поэтому просим наш вопрос снять. А почему вы его поставили? Непонятно. Бывает. Ну, хорошо. Переходим ко второму вопросу. Товарищ Пистовский, пожалуйста. Товарищи, в связи с тем, что возникла необходимость пересмотреть постановление Совнаркома 23 июля и 10 августа об утверждении коллегии наркомата по делам национальности, нами проведено несколько совещаний, однако окончательное мнение не сконструировалось, поскольку отсутствовал товарищ Сталин, который в царице и товарища Аванесов, который... Понятно. Есть предложение поручить товарищу Пистовскому устроить дополнительное заседание по этому вопросу с товарищем Сталином и Аванесовым и потом уж внести список коллегии на утверждение Совнаркома. Ясно, Владимир Владимирович. Нет возражений? Нет. Нет. Самое правильное. Переходим к утверждению протоколов Малого Сундукова. Все ознакомились с протоколами? Добавление есть? Да, есть. Я предлагаю 112-й протокол утвердить с некоторыми поправками. 112-й. Ваше предложение. Я предлагаю вычеркнуть слова в лице уполномоченного товарища Сундатова, поскольку он уже не является уполномоченным. возражений нет. Нет. Другие протоколы утверждают? Другие. Так, хорошо. Теперь вопрос госконтроля. Госконтроль внес в Совнарком протест против введения в действие новых ставок оплаты труда военнослужащих, поскольку предварительно не утверждено было на Совнаркоме. Слово виновным товарищу Нагину и товарищу Склянскому. Владимир Ильич, конфликт исчерпан. Нарком труд с военными договорился, обсуждать нечего? Нечего. Если бы всегда решались так вопросы. Да? Да. А может быть, это только сегодня? Ну, почему, Владимир Ильич? Ну, хорошо. Хорошо. Поручить товарищу Нагину и товарищу Склянскому осведомить Ландберга и Кристинского о том, что ими сделано в этом направлении. Так вот, пожалуйста, и запишите. Удивительно сегодня тихий, спокойный Совнарком. Нет оснований для дискуссии? Вы так думаете, А нет ли здесь своей подоплеки? Ну, что вы, Владимир Ильич, страшно, не подоплеки. Ну, хорошо. Да, но все вопросы исчерпаны. Следующее заседание 19-го в четверг. Заседание окончено. Окончено заседание. Как себя чувствуете? Как вы говорили? Спасибо, хорошо. Чувствуя себя превосходно, рука действует великолепно. Спасибо вам большое за товарищеское отношение. Безмерное спасибо. Ну, так, значит, завтра работать. Почему завтра? Уже сегодня. Ну, Владимир Валентимирович, Какая сегодня работа? Я не успел написать ни одной записки. А ведь у меня к вам уйма вопросов. Значит, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА